Русскоязычные регионы Украины от Харькова до Одессы – это исторические территории Левобережной Украины, которые первыми вошли в состав России. Правда, сначала вошли земли современной Кировоградской и Днепропетровских областей – это 1654 год, а затем уже Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесские области. Что насчет Правобережной Украины – это современные Киевская, Житомирская, Винницкая и Ровенские области, то эти территории вошли в состав Российской империи после раздела Польши в конце XVIII века. Что насчет Западной Украины – Галичины и Закарпатия, то эти территории вошли в состав Советского Союза аж в 1939 и в 1945 годах. По этим причинам многие россияне часто делают поспешные и ошибочные выводы. Мол, русскоязычные регионы Юго-Востока Украины – это пророссийские регионы, в то время как Центральные и Западные регионы Незалежной – это западники, которые из-за позднего вхождения в состав нашей страны всегда являлись враждебно настроенными к русским и России в целом. Но на самом деле такие выводы очень далеки от реальности. Да, конечно же, Западная Украина никогда не испытывала симпатии к России, но и русскоязычные регионы Юго-Востока Украины тоже никогда не были особо пророссийскими. О том, почему Юго-Восток никогда не был пророссийским, нам даст ответ история. В советские годы Украина в территориальном плане приобрела свои современные очертания, так как помимо русскоязычного Юго-Востока в ее состав вошли Горичина и Закарпатти. Однако, в ментальном и культурном плане, несмотря на проводимую политику украинизации, создать единый украинский этнос так и не удалось. Не удалось украинской власти в советские годы создать и государственное мышление. Да-да, в отличие от русского народа, у жителей Украины никогда не было государственного самосознания. Поэтому, несмотря на свою неоднородность, жители Западной, Центральной и Юго-Восточной Украины объединяло одно – все они, в отличие от русских, не отожисляли себя со всей территории Украины. Единственными регионами Украины, где жители имели государственное мышление, была Республика Крым, а также Донецкой и Луганской области. Однако, все они не отожисляли себя с Украины, так как исторически себя связывали с Россией. Такое положение неоднородности и отсутствие проукраинского государственного самосознания сыграло в злую шутку с Украиной как государством, когда она в 1991 году приобрела свою независимость. Получился коктейль противоречий и неопределенностей. Особенно это прослеживалось во времена президентских выборов, когда всем стало очевидно, что Украина разделена на условный Запад и Центр, а также Юго-Восток. Жители Западной и Центральной Украины всегда стремились к Западу. Что насчет русскоязычного Юго-Востока, то его жители не стремились к Евросоюзу, но и к России они также не стремились, за исключением лишь Крыма и восточных районов Донбасса. В 2014 году на Украине случился Евромайдан, который привел к свержению Януковича и приходу к власти украинских националистов. Первыми, кто не захотел признавать новую власть, стали жители Крыма, которые организованно стали оказывать сопротивление, а затем и вовсе провели референдум и вошли в состав России. Насчет остальных русскоязычных регионов Украины, то они, в отличие от крымчан, не стремились войти в состав России. Свои митинги они организовывали как протест на запрет русского языка, а также желание получить федерализацию страны. Вот поэтому 2 мая 2014 года пророссийские активисты из Одессы не получили поддержки от своих граждан, а потому были сожжены ультра-националистами в Доме профсоюзов. А как же насчет судьбы Донбасса, спросите вы? Дело в том, что восточные районы Донецкой и Луганской областей исторически входили в состав России и лишь в 1925 году были переданы Украине. Поэтому жители Донбасса также оказывали сопротивление украинской армии в 2014 году. Вывод. Исходя из вышесказанного, мы видим, что русскоязычные регионы Юго-Востока Украины никогда не были пророссийскими. За исключением разве что Крыма, а также Донецка и Луганска. Быть может, для кого-то мои исторические аргументы покажутся неубедительными. Что ж, приведу другой пример. Политический. Подавляющее большинство нынешних украинских олигархов Коломойский, Ахмедов, Фельдман, Пинчук и так далее родом из Юго-Востока Украины. Однако, назвать этих бизнесменов пророссийскими язык не повернется. Да что ж там олигархи. Даже многие украинские президенты, такие как Кучма, Янукович, Порошенко и нынешний Зеленский родом из русскоязычных регионов Украины. Однако, и они никогда не проявляли пророссийскую позицию. Если бы жители русскоязычного Юго-Востока Украины были бы пророссийскими, то тогда бы не было ни Евромайдана, ни войны на Донбассе. Впрочем, как говорится, это была бы уже совсем другая история. Но на этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на моем канале Мир глазами философа. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok